Этот праздник еще называют входом Господнем в Иерусалим. Согласно христианскому учению, в этот день Иисус Христос за несколько дней до своих крестных страданий въехал в Иерусалим на осле. В народе это тоже любимый такой праздник, и его называют Вербное Воскресение. Это евангельское событие, когда Христос перед своими страданиями торжественно въехал на ослики в Иерусалим, и люди, воспринимая его как царя, как мессию, срывали пальмовые веточки, постилали свои одежды под ноги грядущему Спасителю и восклицали «Осанна Вышних», то есть «Благословен гряды войны». Поскольку пальмы растут далеко не везде, то жители средних и умеренных широт используют в этот праздник вместо пальмовых ветвей и другие растения. У нас – вербу, Германия и других европейских странах – иву, можжевельник, бук, грушу или яблоню. Дело в том, что в древности пальмовые ветви – это символ бессмертия. Мы живем в климате, где пальмы не растут, у нас только в оранжереях можно достать такие пальмы. Поэтому издали на Руси брали первые распускающиеся веточки, первые цветущие растения. Празднование входа Господня в Иерусалим христианская церковь ввела в IV веке, а на Русь он перешел в X веке. Вообще за неделю до Пасхи церковь делает акцент на том, что Христос грядет на вольную страсть. Господь знает, что ему нужно будет пострадать, умереть. Вход в Иерусалим – это стремление, наверное, любого человека к Царству Божию. В этот день все православные спешили в церковь осветить букетик вербы, который потом хранят за иконами на протяжении года. Для нас не только вербное воскресенье, вообще все праздники православные – это большое счастье, большая радость. Вот мы ребеночка принесли, очень много людей, отрадно так. Выходя из церкви, вербное воскресенье принято касаться друг друга лозой, говоря… Верболос, верболос, бедос, лез, бедос, лез. Не я бью, верба бьет. Сегодня, начиная с Великого Понедельника и до Светлого Воскресения, которое в этом году приходится на 24 апреля, во всех православных храмах проходит особое поминальное богослужение – память о тех библейских событиях, которые рассказывают о последних днях Мессии. В Великую Среду вспоминается жена-грешница, омывшая слезами и помазавшая драгоценным миром ноги Спасителя, когда он был на вечере в Вифании в доме Симона Прокаженного и этим приготовившая Христа к погребению. Здесь же Иуда решил предать Христа иудейским старейшинам за 30 серебряников. В Великий Четверг начинаются приготовления к Пасхе. Утром Великую Пятницу служатся царские часы. Литургии в этот день не бывает. Из благоговения – голговской жертве. После окончания вербного воскресенья, начиная с этого дня, начинается последняя неделя Великого Поста, которая называется «Страстная Седмица». Она посвящена крестным страданиям и земной жизни Иисуса Христа. В этот день православные христиане особо постятся. Елена Виттек, Василий Дмитриев, Первый муниципальный.